привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем про хотя и мы live мы находимся я загрузился последний чекпоинт и опять несколько дней не играл но увидел что мы опять оказались там около подножия этого здания поэтому я маленько сюда пробежал как видите у нас по-прежнему есть патрон который мы в прошлый раз довольно бездарно потратили я просто испугался человека он побежал на меня и пристрелил сейчас будем вспоминать попытаемся этот патрон на него больше не тратить потому что когда один противник его проще зарезать потому что главный герой у нас надо сказать тот еще маньячина и я считаю что мы знаем что ты сможешь туда добраться и практически с любым врагом может в одиночку расправиться в легкую совершенно а вот если врагов больше одного то там уже приходится применять огнестрел или тактику но как бы там ни было короче говоря мы по новой находимся здесь и сейчас попытаемся решить все как-то более тактично что ли не знаю короче говоря как-нибудь не трача не тратя свой патрон потому что ну я сам посмотрел зачем я там потратил он же нам может еще пригодится здесь патрон на вес золота так теперь куда мне нужно идти я вообще не помню а вот сюда надо отнести лекарства мэй ну-ка стой ой да ладно вот кишки наружу просится давай 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 пошел он нам успел сказать что мы не обязаны это делать мы не обязаны но мы можем поэтому почему бы и нет так хорошо что дальше здесь похоже его товарка или я не знаю может это он с ним расправился ну короче говоря труд труп этот явно тут неспроста лежит а здесь у нас ребята по у нас прошлый раз убили да как раз так ой-ой-ой ты посмотри а чё тут делать а чё тут делать ладно еще один минус три трай я надеюсь я сейчас не там же окажусь около самого подножия потому что это будет печально а нет так валим так ребята 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 спокойно так успею я же патрон потратил я опять сделал все не так как хотел то есть я хотел зарезать вот этого вот этого и успеть пристрелить а потом уже с двумя безоружными разбираться но в итоге получилось что я зарезал от этого пристрелил того потом пристрелил ну ладно это было довольно глупо ну я не знаю у меня опять сказывается тот перерыв сколько времени я не играл вообще-то все пользуются мачете да тем не менее у нас два патроны это по моему все равно хорошо и самое главное что герой нас жив это меня радует так хорошо где оказался вообще не совсем понимаю а все понял понял кстати говоря нужно будет вот это вот как он называется но для осматика в общем лекарства нужно будет отдать тому принку потому что он от пыли у нас точно задохнется это дом как раз по дороге получится сделать вообще неплохое начало я всего один раз умер у меня же кредо такой карма каждый в начале кажется или нужно обязательно умереть мы в принципе и на протяжении серии это получается но начало обязательно так давайте посмотрим как тут изменилась обстановка пока мы гуляли ты вернулся я да и угадай что у меня есть лекарства мы отдыхает я нашел или кажется которой было нужно она напоминает мне мэри они бы наверно хорошо подружились в паладе чё там за звуки мы иди сюда быстро быстро давай просыпайся я спать хочу давай только не капризничай сейчас а давай давай пошла генри у мэри горячих спала лихорадка думаю теперь она сможет двигаться нужно убираться отсюда ладно мы приведи к моему используй подземку если по улице пойдешь и основа кашлять начнет кстати голос вот этот парадсу он тот же самый человек по моему который озвучил адаму дженсен он виски он сказал что так давай найдем путь в эту подземку адам дженсен нам сказал что что эти подземные пути у тебя дочка есть того же возраст как у меня и того же самого возраста где она я не знаю мэри я пришел в хэминтон чтобы найти ее просто помогаешь мне найти моя мама я помогу тебе найти твою дочку спасибо мэри это будет большая помощь короче говоря адам дженсен нам сказал что эти коридоры подземки самого события используется для безопасного перемещения по городу нам нужно туда добраться и с помощью этой подземки добраться до его апартаментов что за генри я не знаю так но нам куда-то сюда нужно я так понимаю что тот паренек внизу уже кони двинул а нет кашлят еще давайте пойдем поможем манекены так на отсюда подожди камера не сходи с ума пожалуйста ну камера ну блин ты же что-то меня раньше так не расстраивали в этой игре а теперь почему ну-ка камера ну камера ну что ж ты делаешь это же какой-то кошмар последний раз такое было в сайлент филдаун пур но там камера вообще ужасная была так да 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 держи свое лекарство все что мне нужно теперь я смогу выбраться отсюда когда эта буря закончится хочешь узнать больше про события после того как у нас тут мучили землетрясение несколько дней у нас появилась новая угроза пепел на нас начал оседать как волна дышать никто не мог все оставались в убежищах как этот торговый центр быстро кончались припасы целом неделе мы ничего не могли сделать можно было выйти наружу но те кто выходили пока не возвращались так слушая я это уже слышал по моему нет странно что-то у нас там лежит я не могу разглядеть что именно у нас два патрона мы можем потратить один на это дело но нужно ли нам но там по-моему у нас жатва жатвы у нас хватает как бы консерва болеутоляющая водичка соль а вон там еще рассмотреть какая-то аптечка лежит блин по моему придется все таки потом потратить как думаете ребят я только сейчас заметил что он на свой рюкзак перевесил себя на пузо ну то есть чтобы ребенку не мешалось я надеюсь я попал хотя бы как-то странно а то отдачи особо не было ну ладно вроде нормально хорошо удачи надеюсь найдешь что ищешь я тоже надеюсь так еще более утоляющие это у нас это ритрай ну ладно стоило ли она того я затрудняюсь ответить но как минимум лишним не будет все выходим отсюда где-то у нас внизу по моему был спуск под землю кто это логично да посмотрим короче говоря у нас тут открыто раньше было теперь закрыты как мне убираться тогда не обратно что ли наверх придется подняться печально слушай так хорошо иди сюда поднимаемся поднимаемся сюда и ищем новый путь совершенно не помним где она может быть но я думаю сейчас найдем а теперь мы можем вот так сделать да не показывает что тут может сцепиться но я уже заметил так раскачиваемся скачаемся еще прыжок вот хорошо молодца так что дальше блин патрон жалко патрон натурально как будто и золото сделано настолько они редко встречаются нужна водичка похоже тот кто нуждался в водичке уже все больше ни в чем не нуждается так ладно и вот сюда кстати говоря я хотел попасть но не знал как и теперь знаю манекеном ехидно улыбается смотрит на меня мне уже скоро натуральная фобия разобьется к этим манекенам в играх да уже развелась в принципе так труп лежит завернутый сейчас наверно этот мешочек открытым такой приятный заход наверное ты мне угрожаешь смотрю у меня так но я не вижу тут ничего хорошего особо банкомат можно деньги сможем снять зачем они нам про костер сжигать а вот понятно вот тут мы сможем спуститься так давай пошел спуск далеко вниз у нас будет мы идем генри яси да хорошо с нами останешься ай я не знаю позади давайте посмотрим что под лестницей наверняка там что то есть или нет но посмотреть стоило верно что еще ретро или нет нет вроде ну это было довольно таки просто в отличие от предыдущей серии где мне все с трудом давалось сегодня как то может из-за того что со свежими силами сел все довольно таки легко получается посмотрим короче сейчас мы спускаемся в подземку а там наверняка будет куча бичей с которым нужно будет справляться так доберись до жилища гири генри это самое место которым не генри говорил следуя ли не 4 он сказал так хорошо еще один патрон что он тут делает неважно что он тут делает теперь он идет ко мне в магазин что жутковато прямо напоминает фильм на 28 недель спустя так костерчик так а тут у нас гопник 2 гопника я просто отвожу ребенка в безопасное место у нас тоже голодные дети мэй держись крепко так а теперь давайте-ка ребята стоить шаг назад еще шаг надо стоять давай обрати кишки наружу так ладно это было в этой серии что-то я прям рэмбой сам себе окажусь у нас три патрона я не от 1 патрон я потратил не дай мне здесь сдохнуть шансов тебя братья не особо много не надо было нападать на человек с ребенком вам не проснулся родительский инстинкт так может в кассе что нет как я его сжег да и это в предыдущей серии хотел попробовать посмотрели бульта лёшка много дает кстати говоря давайте один используем у нас что-то по здоровью маловато так хорошо что-то судя по тому какая тут у нас встречи я могу сказать что не особо хорошо у нас все сложство насчет от стоит давайте пока я не будем доставать свой пистолет так что у нас там блестит возможно это мирные люди хотя сомневаюсь честно говоря что-то более тут много бичей всяких так это я естественно поднять не смогу да она довольно увесистый или давайте пойдем посмотрим постараемся не встревать никуда по моему это девушка стоит а там пожалуйста сделай что-нибудь можешь поверить нашу удачу это все наше не будь жадно оставь для нас маленько здесь много не будь таким жадным эй я хотелось слишком понятно дележка началась я сказал тебе не жадничать теперь давай сюда да ни за что дай сюда или ты за что потому что он может потерялся ты ничего не попутал брать им ребенок за спиной сейчас насмотрится и вырастет из нее что-нибудь так мадам судя по твоей одежде те с этими двумя ребятами не особо повезло тебе что мне сказать ты не попросишь со мной ты не почувствовал мою силу смотри смотри могло бы быть началом хорошего плодотворного сотрудничества ладно надеюсь ты мне в спину не выстрелишь мадам не главный герой у нас какой-то натурально ну блин это как там говорили про фрэнка про фрэнка уэста он побывал на войне знаешь ли вот тут так же фрэнк уэст это главный герой дэдрайзинга первые кто не знает он говорит типа ты сможешь ты справишься да я побывал на войне знаешь ли это уже как поговорка прошла немножко соленая мне нравится как я готовлю в следующий раз сам готовь да что стало на нашло чувствительный повар а че вы там харчите слушайте дайте мне тоже я к вам конечно пока подбегать не буду я схожу вот сюда посмотрю так что-то у людей паника тут что происходит вообще уважаемые мне по идее просто нужно пройти по этому метро я не хочу ни во что встревать поэтому я даже к тому костру не иду ну там завал похоже придется почему все таки грубые не все мои ты грубый нет обещаешь что я не грубый я просто убиваю людей у тебя на глазах так нам сюда тут хрен определишь у нас карта-то верхнего места подземка особо не показывается шо шо бля ты похоже не можешь туда пройти что я смог брать тюнь а приседать же можно я все забываю что это не сайлент хилл пусть сайлент хилл трудно отвыкать вот он результат землетрясений так мы подобрали новый патрон нужно другого конца этой дороги найти ты хочешь туда вниз спуститься да нам придется не волнуйся это будет увлекательно увлекательно ты че издеваешься что ли ооо ребята да 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 и у нас всего один патрон альпинистский давайте-ка мы сходим туда-назад посмотрим возможно там мы сможем найти еще да и вообще надо узнать что там потому что эта дорога правильная насколько я понял что у нас там ребенок конечно за спиной не следовало бы лезть в разнообразные такие передряги но меня ведет дорога приключений пока что мне еще не попала стрела в колено поэтому давайте познакомимся с этими я уверен крайне милыми ребятами так вас двое да ты тут просто говорит ты осматриваешься вот так то да ребенок наверное голоден можно взять наше мясо мясо хорошо пусть будет странное мясо тихо твою мать я не могу выбросить охренеть вы людоеды мать вашу вон там из кого они приготовили эту этот чашлик офигеть это же если хочешь пересечь эту пропасть то ты должен быть хорошим альпинистом так что то мне эти кровопотеки не нравятся они ведут куда то вон туда что здесь произошло закрой свои глаза и постарайся быть потише зачем я сюда иду но я сюда иду я не развернусь я хочу узнать я слышу женский плач что ты делаешь что ты делаешь если просто развернешься уйдешь будет того счастливый день сегодня так ребята я тебя порежу выметайся выметайся говоришь слышь говорит не кипишуй спокойно остынь сука людоеды что ли я не понял твою мать да как вы до такого опустились то они каннибалы спаси нас тварь падай людоеды охренеть блин я все больше и больше люблю эту игру это ну где еще увидишь каннибалов так как вас на вас придется потратить патрон да ну ладно я все таки решил быть хорошим офигеть благословите а бог они бы нас сожрали событие нас так изменило самое страшное мое вспоминание это эвакуация из города когда у нас начало оседать эта гора пепла начался какой-то кошмар люди друг по другу бегали, наступали, было безумие везли на лодки некоторые остались здесь я и сам молодца чё как я вижу тебя это привело к успеху твою мать людоеды так и максом на сигареты кому-нибудь пригодится явно так мы взяли крысиное мясо лучше уж крысиное мясо жрать чем чем человече блин я не могу выкинуть то мясо и не чё please я уже выпустил вас я его случайно как не сожру же это же так а ваши дружки там не против вот того что я лишил вас на снабжение так сказать да вроде спокойно так хорошо спокойно там там мы видели какая-то блестяшка лежала мы не могли к ней подойти скорее всего мы отсюда сможем туда пробраться а ну вот она да а вон она смотри еще что то есть вода хорошо вода это главная ценность в мире где так все сухо и заплесневела 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 опять ляпнул вот патрон хорошо плесенья наоборот от сырости появляется я говорю сухо и заплесневела простите меня я временами такой тупости надо сморожить что прям лоб уже весь синий от фейспалмов по поводу собственной речи и чё и чё страшно так тут еще у нас вкусное мясо лежит да скоты и людоеды офигеть валим отсюда это помог какой-то гадюшник натуральный да да я просто пробегаю мимо парень отсюда не зря сходил спас людей патроны у меня по идее остались на том же уровне так что ничего не потерял единственное но я думаю то что если я сейчас помру то у меня придется по новой это все делать поэтому надо как-то постараться не умирать а вообще знаете давайте-ка мы на этом завершим эту серию а спуск начнем уже в следующий потому что мне сейчас нужно будет отойти на 5 минуток а потом я продолжу снимать возможно эта серия вышла не не на полчаса чуть-чуть короче но я думаю примерно в это время уложить потому что я опять забыл сегодня время засечь на серию короче говоря надеюсь вам понравилось потому что эта серия была просто чем-то с чем-то людоеды это по моему очень низко со стороны разработчиков но именно за это я уважаю эту игру потому что она поднимает очень непростые темы и вот в этой игре натурально очень хороший пост апокалипсис то есть все показывает всю глубину падения человеческого общества это вам круто так что увидимся в следующих сериях с вами был артур всего хорошего пока пока пока